Сегодня удивительный день, Акшая Третья. Когда-то в этот день Ганеша начал записывать Махабхарату, Шилу Вьясадевы. В Ясадеву поставил одно условие, он сказал, что я могу написать Махабхарату, но это будет очень длинное произведение, и мне нужен тот, кто будет без устали писать, кто без остановки сможет писать то, что я буду говорить. И поэтому Ганеша согласился на это. Говорится, в какой-то момент Ганеша, настолько быстрый был темп подачи Махабхараты, что Ганеша один раз пришлось отломать свои бивни и продолжать писать бивни. Поэтому, если кто видел, у Ганеши нет одного бивня. Акшая Третья удивительный день. В этот день любые начинания не заканчиваются успехом. Кто-то женится, кто-то красится в шафран. Сегодня и то, и то будет у нас в обществе. Вот, и в этот день, говорится, Ганга спустилась с небес, Парашурама явился, много событий происходило. Драупадиев замолилась Господу, когда ее раздевали в дворце собрания Кувравов. Она подняла две руки и сказала, «Эй, Гувинда!» Кришна проявился и сделал бесконечный сари. Все это было в Акшая Третью. Очень много событий связано с этим Акшая Третью. Поэтому в этот день благоприятно молиться, начинать какие-то дела, дарить подарки, особенно золото, потому что в золоте и лакшми содержатся. И говорится, что в Индии в этот день продажа золота увеличивается в два раза. Поэтому можно дарить друг другу какие-то вещи. И самое главное, это, конечно, сегодня Киртан, да, у нас будет двенадцати, сколько, десятичасовой, да, такое благоприятное начинание погрузиться в Святое Имя, почувствовать Кришну в этой йоге. Вот. Так что вот можно молиться Господу о каких-то своих духовных начинаниях, просить Его, чтобы Он дал какую-то милость. Ну, а мы продолжаем читать Шамадбхагаватам. Может быть, для кого-то это сегодня тоже начинание. Шамадбхагаватам нужно изучать. Сегодня такой стих тоже удивительный, который как раз из серии, которых нужно изучать. Ом намо Бхагавате Васудэ Вайя 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 Так, мы продолжаем читать Шамадбхагаватам. Глава шестая, беседа народа с Ясадево и текст шестнадцатый. Дхаяятас чаранам боджам Дхаяятас чаранам боджам Бхава нирджи та чета са Бхава нирджи та чета са Аут-канхьяшру калакшася Аут-канхьяшру калакшася Хриджасиммэ шанайр харихи Хриджасиммэ шанайр харихи Дхаяятас чаранам боджам Бхава нирджи та чета са Аут-канхьяшру калакшася Хриджасиммэ шанайр харихи Дхаяятас чаранам боджам Бхава нирджи та чета са Аут-канхьяшру калакшася Аут-канхьяшру калакшася Хриджасиммэ шанайр харихи Дхаяятас чаранам боджам Бхава нирджи та чета са Аут-канхьяшру калакшася Хриджасиммэ шанайр харихи Дхаяятас чаранам боджам Бхава нирджи та чета са Аут-канхьяшру калакшася Аут-канхьяшру калакшася Хриджасиммэ шанайр харихи Хриджасиммэ шанайр харихи Дхаяятас чаранам боджам Дхаяятас чаранам боджам Бхава нирджи та чета са Аут-канхьяшру калакшася Аут-канхьяшру калакшася Хриджасиммэ шанайр харихи Пословный перевод Яйата Так медитируя на Чаранам боджам Лотосные стопы личности Бога В аспекте параматмы Бхава нирджи та Ум преображенный Трансцендентной любовью к Богу Четаса Вся умственная деятельность Мышление, ощущение и желание Аут-канхья Страстного желания Ашрукала Слезы покатились Акшася Из глаз Хриди В сердце Асид Появился Мэ Майом Шанаих Немедленно Харихи Личность Бога Перевод стиха и комментарий Его Божественной Милости Ачев Бхактю Данты С вами Шаупрапада Шаупрапада Киджай Как только я стал медитировать На лотосные стопы личности Бога Сосредоточив на них Свою Слезы потекли из моих глаз И личность Бога Шри Кришна Тут же явился на лотосе Моего сердца Комментарий В этом стихе особого внимания Заслуживает слово Бава Стадии Бавы Человек достигает после того Как развивает трансцендентную Любовную привязанность к Господу Первая начальная стадия Называется Шрада Расположение к Верховному Господу Для того, чтобы усилить это расположение Необходимо общаться с чистыми преднами Господа То есть это Садхусанга Третья стадия Соблюдения предписанных правил и ограничений предного служения Это Баджана Крия Это рассеивает все сомнения и устраняет все личные недостатки Препятствующие прогрессу в предном служении Когда все сомнения и личные недостатки устранены Приходит твердая вера В трансцендентное И вкус к нему развивается еще больше Эта стадия ведет к влечению А за ней приходит Бава Предварительная стадия чистой любви к Богу Все вышеназванные ступени Лишь разные стадии развития Трансцендентной любви Переполненные трансцендентной любовью Мы начинаем испытывать острое ощущение Острое чувство разлуки Проявляющиеся в восьми видах экстаза Слезы, текущие из глаз предного Его непроизвольная реакция Покинув дом своей прошлой жизни Шинара Дамуни Очень быстро достиг этой стадии Поэтому ему не составило труда Своими развитыми духовными чувствами Не имеющими ни малейшей примеси материального Явственно ощутить присутствие Господа Как только я стал медитировать На лотосные стопы личности Бога Сосредоточив на них Свою преображенную и трансцендентной любовью Слезы потекли из моих глаз И личность Бога Шри Кришна Тут же явился на лотосе моего сердца Хомагиан цимиран гасиагянан жана шалакая Чакшурун милитам яна Тасмай Шри Гураве намаха Шри Чайтанья ману бхиштам Сдхабитам яна бхутале Сваям рупа кадам ахиам Дадати сва падантикам Ванча калпата рупьяшча Крипасин хубяевача Патитанам павайны бьо вайшнавы бьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху нитянанда Шри Адвейта гададхара Шри Вассадигура бхакта вринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе Ям правраджанта манупетамупетакритсям Двайпаяна вирахакатарва аджухава Путрэти танмая тавотаравобхинедус Тамсарва-будахридайам униманатасми Мукам кароти вачалам пангумлангай Тигириметкрипатамахам ванде Шри Гурам Динатаранам Харе Кришна, дорогие, преданные Мы продолжаем изучать Шамадбхагаватам И напомню вкратце логику повествований Чтобы было понятно, о чем идет речь Нарадамуни он стал рассказывать о своей жизни прошлой Своему ученику в Ясадеве И он сказал, что Когда-то в прошлой жизни я родился сыном Шудры Моя мать, она была просто простой служанкой Она работала в местной Гурукуле Прислуживала всем И как-то раз в сезон дождей В Четурмассию пришли мудрецы И они стали жить в этой Гурукуле И моя мать стала прислуживать им И я, соответственно, тоже И достиг определенного уровня В слушании, в привязанности Кришна к Адхе Он обрел их милость Он обрел этот высокий уровень духовного развития Сакти, Баву, говорится И потом мудрецы ушли И мальчик Нарада, он остался один с мамой Ему было пять лет И в тот момент уже Когда Нарада поднялся на эти высокие ступени Духовного развития Он чувствовал, что его Вот эта жизнь Она ограничивает его В стремлении к Богу И мы знаем, да, что Когда у матери один ребенок Говорится, что отца Так или иначе у Нарада не было Есть разные истории в связи с этим Кто-то говорит, что его отцом был царь Который в какое-то время ушел от его матери Кто-то говорит, что она была одна вообще Отца вообще не было Но так или иначе Эта привязанность матери к своему ребенку Была очень сильная И говорится, что Естественно, она Вот этой своей любовью Она очень сильно привязывала его к материальной жизни Она думала, что Нарада вырастет Он рженится, родит внуков Ну, как это обычно в обычной материальной жизни бывает Да, что он будет о ней заботиться Несмотря на то, что, конечно, любовь мамы К своим детям самая чистая в этом материальном мире Но так или иначе Она не лишена определенных Гистических мотивов Поэтому Нарада чувствовал, что это Любовь своей матери к нему Она его ограничивает в стремлении к Богу И поэтому Описывая Свою жизнь Вот уже в шестой главе Он говорит, что Ну, моя мать, она была мудха На самом деле Ну, это такое Очень Не очень такое возвышенное Слово Потому что мы знаем, да Что Сашел Пурпада часто использовал это слово Мудха Ну, как бы Он мягко говоря Переводит, что она была простой Но по сути В пословном переводе Говорится, что это значит Что она неразумная была В том смысле, что у нее не было Духотворенного разума Духовного не было И поэтому она воспринимала все Как с материальной точки зрения И поэтому, естественно Народу это очень сильно Ослабляло Вот в стремлении к духовности И он очень сильно обрадовался Когда Однажды ночью Мама вышла подоить корову И ее ужалила Змея И она оставила тело И Народа Очень вдохновившись Пошел на север Говорится Я пошел на север Что это значит Что Ну, в таком Литературном сравнении На север Значит В Гималайю он отправился На север То есть он пошел совершать аскезы Заниматься духовной практикой Потому что на север В севере Индии Это Гималайя И там Гималайя Они ассоциируются С такими духовными практиками Там йоги медитируются Занимают медитацией Йогой И так далее Какими-то разными Духовными практиками И Народа Он отправился Говорится, что пока он шел Он проходил мимо разных Удивительных мест вообще Райские вообще места Описываются Там озера прекрасные Леса Где просто полвоги отдыхают Также он проходил Города, сел Говорится Это не просто так Какие-то названия На самом деле В каждом этом стихе Вложен какой-то смысл Он Там, допустим Говорится, что он проходил Мимо каких-то приисков Золотых Драгоценных камней Приисков Драгоценных камней Значит, что Когда он проходил Мимо все это Это его не интересовало У него не было желания Обрести каких-то Материальных ценностей Он проходил мимо Цветущих городов У него не было Не возникало желания Остаться и там тоже И он шел дальше Дальше и дальше Он не обращал На это никакого внимания Но в определенный момент Говорится В предыдущих стихах Описывается Проходя лес Который кишит Ужасными там Существами Это была Ну, ночь уже Да, как бы там Шакалы Говорится лес Такой необычный был Змеи вяло Совы у лука Шива шакалы Место игрища Аджирам Шива аджирам То есть это Такой лес был вообще Представьте Пятилетний мальчик Не то, что там где-то один По городу ходит Он в лес попадает Ужасный вообще Который кишит Вообще там Какими-то Животными Вот кто в Майпуре был Ночью там Как только начинает Темнеть Сразу шакалы Начинает выйти Там как бы Много шакалов Такие вой вообще И ночью там Иногда можно даже Проснуться Иногда так страшно Становится даже Идешь как бы По темноте И непонятно Что там Знаете Змеи могут ползать Вообще спокойно Мы на лодках Переправлялись По ганге И там просто Ну Весь вся ганга В норах таких Змеиных И просто змеи Лежат на солнце И греются как бы Такие гадюки Что ли Не знаю Такие вообще метро Поэтому Индия Она как бы Ну С этой точки зрения Немножко такая Опасная И представьте Мальчик пятилетний Он не то что там Ну как бы В каком-то Даже днем Он просто вот уже Смеркал И сошел И там Змеи шакал И все Но это его вообще Не беспокоило Почему? Потому что Анчария объясняет В комментариях Что Нарадамуни Он достиг Этого высокого уровня Уже духовного развития Он уже испытывал вкус Такой экстаз вообще Что он не обращал внимания На какие-то внешние Вообще вещи Которые его окружают И поэтому он спокойно Просто подошел к речке Подошел к речке Чтобы утолить свою жажду Выпить воды Прикоснуться к воде Вот этот чаман Который мы делаем Это Такая Элемент гуны благости Говорится Когда человек Прикасается к воде Его сознание возвращается Он себя ощущает В настоящее время Поэтому чаман Особенно с утра полезен Мы делаем чаман Или омываемся водой Наше сознание Оно Приходит в гуну благости Мы себя ощущаем Здесь и сейчас И То же самое Описывается В седьмой главе Когда Вьясадева Сел в према самадхи Он перед этим Сделал чаман Чтобы сконцентрироваться Очистить свое сознание И на радамуне Так же Он пришел к речке Как бы Прикоснулся к воде Выпил воды И он сел Сел под большое дерево Баньян Как его учили мудрецы У него была мантра Которую мы читали В конце шестой главы Я тоже читал ее Почему так получилось Не знаю Вот эта мантра То есть у него была мантра Авторитетная мантра Которая была поведена Ему Своими духовными учителями Он сел под это дерево Баньян И он стал медитировать На эту мантру Так же Как и мы С утра просыпаемся И мы Медитируем На звуковой образ Господа Харе Кришна Махамантра Поэтому видим Что все авторитетно Это вот практика Она передается По цепи Ученической преемственности Когда учитель Он дает какую-то мантру Ученику И ученик должен Достичь совершенства Это называется Мантра ситхи Мантра ситхи Он должен достичь совершенства Повторения мантры Концентрации на звук То же самое сегодня будет У нас есть возможность Погрузиться в святое имя Святое имя Это не просто Какая-то Югическая такая мантра Знаете Это молитва определенная Поэтому мы должны Не просто слушать ее Мы должны ее слушать В определенном настроении В настроении такого Смирения Почтения И желания Как-то послужить Кришне И мы молимся О том Чтобы Господь Он занял нас служением Так или иначе Нарада сел В эту самадхи В эту медитацию Он стал повторять мантру И говорится Что так как эта мантра Была авторитетная Она была поведана Авторитетными личностями Как только он сел В медитацию И стал медитировать На этот звук Мантры Говорится В этот же момент Практически Он увидел Господа Параматму В своем сердце Как только Я стал медитировать На лотосные стопы Личности Бога Сосредоточив на них Свою Преображенный Трансцендентной любовью То есть Это бава На самом деле Говорится Что это не бава была Это уже выше бавы Как мы в этом стихе Комментарии прочитали Прапада Он описывает Девять ступеней Он говорит о том Что сознание Кришны Это не просто Какой-то сентимент Это наука В любой науке Есть определенный алгоритм Такие Как бы Знаете Ступени Ступени Если человек делает Все правильно Он неизбежно Будет подниматься Идти дальше По этим ступеням Поэтому Прапада Описывает Все эти Девять ступеней От Шрадхи Веры простой До премы Но Комментарии Комментаторы Особенно Ачарьи Вот Вишанадхача Квартидхакур Он увеличивает Этот диапазон Этих ступеней Если Прапада Выделяет Девять ступеней Этих От Шрадхи До премы То Вишанадхача Квартидхакур Он написывает Четырнадцать ступеней И говорится Что этот уровень Который здесь Описан в этом стихе Это не бава Это выше Это уже према Когда человек Он уже непосредственно Видит Кришну Перед собой Это очень высокий уровень На самом деле И Может быть Кто-то помнит Вторую главу Вот этот вот Последовательность Этих стихов Пять стихов Которые Постоянно мы изучаем Тоже Читат прабыли По ним семинар давать То вот Во второй главе Этот уровень Назван Бхагавататва Вигьянам То есть Когда человек Он непосредственно Получает научные знания Личности Бога Все сомнения Рассеиваются Потому что он видит Бога То есть Говорится до этого До этого момента Пока человек Не видит непосредственно Бога перед собой У него есть Определенные сомнения Мы знаем Что у человека Бывают три вида сомнений Первое сомнение У человека Есть ли Бог Вообще В принципе Мы знаем Что в этом мире Много людей Которые вообще Отвергают Существование Бога И это как бы Это нормально Для них Такое сомнение У них есть Потому что у них Нет никакого знания Духовной науки Но по мере того Как человек встает На путь духовного развития Начинает практиковать У него появляется Живой опыт Живой опыт Общения с Богом В виде святого имени В виде книг В виде санги С преданными И этот опыт Усиливая его веру Он Ну Дает Такую Определенную Как бы уверенность В том что Да Бог есть Это первое сомнение Которое уходит Из жизни человека Второе сомнение Которое Человек имеет В жизни Это Ну хорошо Если Бог есть Нужно ли мне к нему Вообще В принципе Может быть мне и без Бога Здесь нормально Знаете есть такие Философии Которые говорят Да Бог есть Но мне к нему Не нужно вообще Он там своими делами Занимается Как допустим Разные И религии тоже В той или иной степени Об этом говорят Об отделенности Бога Этого мира Что да Бог Что да Бог сотворил Этот мир Но по сути Мне до него Никакого дела Нет Ему до меня Тоже Как бы И так или иначе Это второе сомнение Которое у человека Начинает преобладать Нужно ли мне к нему И говорится На каком-то уровне И это сомнение Уходит тоже И мы понимаем Что смысл нашей жизни Это служить Богу И в итоге Этого служения Мы станем Абсолютно счастливыми Поэтому естественно Что мы к нему Должны прийти Но последнее сомнение Которое остается у человека А смогу ли я Прийти к нему Это сомнение Уходит только тогда Когда я непосредственно Вижу Бога уже И когда я уже вижу Бога Это сомнение Уже уходит Эти сомнения Нужно ли мне к нему Смогу ли я И это наука И пропады здесь описывают Эти все вещи От Шрадхи до Премы И Вишамадхи Чаквар Такур Говорит Что вот этот уровень Когда человек лицезреет Бога Это очень возвышенный уровень И как он лицезреет Ачаре объясняет Что сначала Не просто знаете Он сидит повторяет мантру И раз Он тут увидел Кришну Нет Это как бы Все последовательно происходит В Матхуре Кадамбине Описывается Как это происходит Это конечно Очень возвышенные вещи Но мы должны понимать К чему мы в итоге придем Это просто Не то что это сентимент какой-то Мы там верим В какие-то сказки Нет Это факт Это факт И это наука Которая изложена В трудах наших Ачарев И как происходит Вот этот Даршин Который здесь вот Нарада Удостоился этого Даршин Как он происходит Сначала глазам преданного Находящегося в этом особом состоянии Господь являет свою красоту Пораженные сладостью этой красоты Все остальные чувства Включая ум Начинают исполнять функцию зрения Которая затрудняется Такими симптомами Как оцепенение, дрожь и слезы Они будут описываться В следующем стихе Как Нарада все это испытывает Эти 8 проявлений экстаза Испытывая экстаз Преданный теряет сознание Чтобы утешить его Господь затем Являет ему свой аромат Ощутив который Все чувства преданного Обращаются в обоняние И охваченный блаженством Он снова падает без чувств Уже второй раз Затем ухо преданного Достигает звук голоса Кришны В то же мгновение Все его чувства Обращаются в слух И он лишается чувств В третий раз Затем Господь милостиво касается Предного своей стопой Руками и грудью И предный испытывает Цветущую юность Господа Тем, кто находится С Господом в отношениях слуг Он ставит на голову Свои лотосные стопы Те, кто испытывает Господу дружескую любовь Чувствуют Как он берет их руки В свои Тем, кто привязаны К нему родительской любовью Он вытирает ладонью слезы А те, кто испытывает Господу супружескую любовь Чувство его объятия И прикосновения к грудью Тогда все чувства предного Обращаются в осязание И он в четвертый раз Впадает в беспамятство Затем Господь снова Возвращает предного в чувство Давая ему насладиться Вкусом своих губ Это для супружеских отношений Это, однако, относится Только к тем, кто состоит с ним В отношениях супружеской любви Тогда все чувства предного Начинают ощущать вкус И он теряет сознание В пятый раз Это блаженное беспамятство Настолько глубоко Что Господь вынужден Привести предного в чувство Одарив ему Его своей аударий Состраданием Аударий называется Состояние, в котором Все качества Господа Становятся одновременно Доступны чувствам предного Вот это, как бы, цель Нашей духовной практики Что мы начинаем Это и есть, по сути Те вещи, которые Постепенно открываются В процессе повторения Святого имени Это гуна Запах Говорится Есть личности Они просто воспевают Святое имя Настолько погружаются В это самадхи В какой-то момент Они начинают чувствовать Запах такой Знаете, необычный запах Это Кришна очень необычный запах Это смесь агуру И там трех Разных специй И человек может Почувствовать этот запах Потом Другие проявляются Качества Все постепенно проявляется Его лилы проявляются Его звук проявляется Говорится, Нарада Вишнанадхачихварти Описывает, что Он услышал Звук колокольчиков Кришны Почувствовал его запах И в конце концов Он увидел его лицо Несколько дней назад Я послушал Какую-то историю Бхакти Вигянга С вами хорошо рассказывал Эту историю Прошел пропаду Никогда не слышал Эту историю Джанмаш День рождения Кришны Он проснулся Он услышал Что внизу Что-то происходит Очень интенсивно Играет Мриданга И кто-то поет И постоянно Такие слышны Беготня какая-то Туда-сюда И он Заинтересовался И спустился Он увидел Абая Чарана Равинда Абая Бабу Абая Абая Прабху До принятия Саньясы Его так звали Шелупропаду И он увидел Какую-то непонятную картину Что Шелупропаду Он бегает Из одного угла В другой И играет Мриданги И поет И что самое удивительное Это человек увидел Огромную гирлянду Вообще Огромную гирлянду Которая Свисала с вышей И просто до пола Доходила Он никогда Говорится Не видел таких гирлянд Вообще Цветы Да Которые не росли Вообще Ну В этой местности Они были большие такие И если цветы И приносили Когда-то В эту местность В этот храм То они были Очень маленькими И этот человек Он никак не мог понять Откуда И что самое интересное Когда он пришел В эту комнату Вот этот алтарь Он почувствовал Такой запах Вообще необычный И такая атмосфера Была наполнена Какой-то Такой удивительной Вообще Ну Одухотворенная Была атмосфера И он увидел Что Шелупропада Вообще Просто в экстази Сюда-сюда бегает Он попробовал У него что-то спросить И понял Что видимо Ну Абай-бабу Он находится Не во внешнем сознании А во внутреннем И поэтому он понял Что ну Тут бессмысленно что-то спрашивать И он пошел спать Но так как у него Было это желание Узнать Что собственно случилось На следующий день Он обратился К Шелупропаде И спросил Что собственно Произошло Откуда у вас Вообще такая гирлянда Появилась Которую Ну Я никогда не видел Что бы такие гирлянды Вообще делали И Шелупропада Он сначала не хотел Говорить Но потом он стал Рассказывать Он говорит Что я стал повторять Лепеть святое имя С таким каким-то Ну Водушевлением Экстазом И в какой-то момент Я воспевал Закрытыми глазами Святое имя И в какой-то момент Я почувствовал Что Какая-то личность Появилась Какое-то Ну Появилось Такое Духотворение В этой В этой Атмосфере Духотворилось Очень сильно Я открыл глаза И я увидел Лицо Кришны И Кришна Отделал на меня гирлянду И потом исчез Она такая Шелупропада Удивительная личность И конечно Как бы Ну представьте Говорится что у Кришны Он гирлянда В аджианте Как раз Свисающая До стоп И вот Такая история Шелупропада Скорее всего Не раз видел Кришну Он везде Его всегда видел Все время Потому что он Все время находился В этом самадхе Также описывается Что он увидел Кришну Во время того Как он Переправлялся На Джаладути В Америку Ему приснился Сон Как Когда Пропада Перенес Эти два инфаркта Он Увидел сон Что Кришна На лодке На этой Гребет веслами Везет Шелупропада В Америку Кришна Вот так вот Он проявляется Конечно Кришна Это личность И поэтому Как бы Он может Проявиться Перед нами Ну Как правило У него есть Определенное Так сказать У него требования Есть определенные И этими требованиями Для того чтобы Он перед нами Появился Является Обретение нами Премы То есть Чистой любви К Богу И пока у нас Нету премы Мы Кришну Не увидим Более того Описывается Что даже Если мы Когда-нибудь В материальном Теле Мы достигнем Премы То мы можем Только увидеть его Услышать И почувствовать Его запах Но прикоснуться К нему Мы не сможем В этом материальном Теле Потому что Этого достичь Может только Личность Которая обрела Уже Духовное тело Так или иначе Есть к чему Стремиться И пропады Вдохновляют нас Комментарии Описывая Последовательно Девять ступеней Духовного развития Шрадхи Да премы И конечно Для нас Может быть Это не актуально Сейчас То что Мы здесь Сейчас Почитали И обсудили Про прему Но мы должны Понять К чему мы стремимся И Что для нас Актуально Сейчас Сейчас для нас Актуально Это начальные стадии Это Саду санга Баджана крия Нарханеврити И Пропада пишет Что все начинается Со шрадхи То есть Человек приходит В это общество У него есть Какая-то Какая-то симпатия Какое-то доверие К тому Что говорят Предные Пешанат Хачкварти На самом деле Описывает Более детально Эти вещи Говорится Вначале Возникает Просто милость Предного Что человек Он Просто Где-то Соприкасается С предным С каким-то Это называется Махат Крипа Он допустим Идет по улице Он видит человека Который продает книги Распространяет книги Или он идет по улице Видит Харинаму Который идет Танцует Поет И вдруг У него в какой-то момент Возникает Такое удивительное чувство Что Какое-то уважение У него возникает Это уважение возникает На основе того Что он чувствует Бескорыстие этих людей Что эти люди Они хотят Что-то сделать Бескорыстное для меня И когда у него Появляется такое чувство Это говорится Первый росток Семя такой Бхакти Оно начинает Простать Он начинает Накапливать Агата Сукрити И все Чем больше у него Этого Сукрити возникает Чем больше он начинает Соприкасаться с предными В какой-то момент Говорится Очередной раз Соприкоснувшись С предным Эта личность Этот человек У него вдруг Возникает желание Что-то сделать Для этих людей Он вдруг думает Ну может быть Книжку купить Почитать Что-то пожертвовать им Или как-то Что-то для них сделать Как-то поблагодарить их Вот такие желания Появляются И После этого Говорится Что И его Соприкосновение С предными Оно еще сильнее Возникает Это может вообще Занимать очень много жизней Не одну жизнь Это может быть Вообще десятки Миллионы жизней Все это происходить Когда человек накапливает Это благочестие Духовное В какой-то момент Этот человек Вплотную Соприкасается С предным Он приходит В общество предных Он начинает Слушать их И слушая их Он начинает Все больше доверять им И в какой-то момент Он У него возникает вера Вера Шратха Да Как здесь описывается Это доверие Этим предным Доверие Тому Что то что Вот они делают Это приносит им Какое-то счастье Какой-то смысл Есть в этом И после этого Естественным Продолжением Этой веры Является желание Принять От них Еще больше Какой-то Милости Какого-то знания И этот уровень Гуру Падашры Когда человек Начинает принимать Духовного учителя Когда у человека Есть вера Вера в то что Следуя этим путем Я достигну всего Того что мне нужно То есть любви к Богу Он принимает Духовного учителя Это может происходить В виде шикша наставления В виде дикша Непосредственного посвящения Так или иначе В какой-то момент Человек решает Принять Взять Ну То есть Принять какую-то личность Да Какой-то авторитет В своей жизни Потому что до этого момента Мы там Все эти люди Они живут Ну как бы независимо Они могут принимать Не принимать Ну вот накапливаясь Это благочестие В какой-то момент Прорастает В виде того Что человек принимает Все-таки ответственность Взять и предаться Какой-то личности Это гуруппа Дашры И после этого Он еще глубже Начинает общаться С предными Как бы Как вот Пропада описывает Садху Санга Да Этот уровень Но Вишна Чакварати Называет это Баджанаху Сприха То есть у человека Во время общения С предными У него рождается Сильное желание Практиковать духовную практику Вот он общается С предными Он слушает лекцию И у него возникает Желание Взять и Начать воспевать Святое имя Больше Читать книги Служить предным Это все следствие Общения Правильного общения С предными Поэтому без Санги Человек в этом обществе Он не может Вообще никак Развиваться Поэтому В этом мире Появляются Духовные общества Господь вдохновляет Нас тоже На Санкиртну Санкиртан Это не просто Что мы тут Вместе собрались Это одинаковое Умоностроение Когда у нас есть Определенный Коллективный дух Сегодня будет Киртан Двенадцатичасовой Но то что Если мы будем Вместе петь Это еще не говорит В том что будет Санкиртна происходить Санкиртна Это когда мы Вместе медитируем На Кришну У нас Такая Синергия возникает То есть Единое направление Духовное Какое-то И когда человек Обретает Такую Сангу Людей Которые действительно Стремятся к Богу Которые хотят Прийти к Кришне Общаясь С этими личностями Он начинает Перенимать Это вдохновение Эту энтузиазм Эту веру Эту решимость Эту твердость В их обетах Он начинает Принимать это Потому что Наше сознание Оно как горный хрусталь С чем оно Соприкасается То он начинает Отражать Татасха Шакти Пограничная энергия Душа называется Татасха Шакти Поэтому В зависимости от того Под влияние Какой энергии Оно попадает То он начинает И становиться Твой энергией Вот И Также говорится Что наше сердце Оно Ну Дарпана Да Чета Дарпана Марджана Мы поем Шакшаш Другой перевод Вот это слово Это зеркало Что зеркало Это как сердце Ну или сердце Как зеркало Что здесь зеркало Делает Оно отражает Просто Все что вокруг Находится Что если в поле зрения Этого зеркала Попадают Духовные Какие-то Ну Эмоции И вкусы То тогда Это зеркало Начинает Отражать Вот это Духовные Эти эмоции И вкусы Но если В это Зрение Область Попадает Материальные Какие-то вещи То он Начинает Жить Материальными Вещами Поэтому Нужно Постоянно Пропитывать Своё сознание Какими-то Духовными Вот этими Аспектами Практики Нужно Слушать Говорить Кришне Читать И так далее И так далее И так далее И постепенно Постепенно Говорится В какой-то момент Когда человек Уже Ну Принял Для себя Строго Принял Какие-то Принципы Он следует Принципам Каким-то Серьезным Он повторяет Святое Имя Каждый день И определенное Количество Времени Он слушает О Кришне Он говорит О Кришне В обществе Предных У него Начинает Возникать Баджана Крия То есть Это деятельность Души возникает То есть Начинает Просыпаться Душа И в этот момент Человек Он может чувствовать Уже Какие-то Духовные эмоции Какой-то Вкус Знаете Вкус Чувствует Человек Экстаз Какой-то Духовный Для него Уже Существование Бога Оно является Уже Опытом Духовным Который Он переживает Он может Повторять Святое Имя Он чувствует Эту йогу С Кришной Он чувствует Что Что-то Происходит В сердце Что-то Там Шевелится Что Кришна Проявляется Так И мы Своими Одухотворенными Чувствами Начинаем Чувствовать Бога Сейчас Чувства Наши Материальные И поэтому Естественно Что наши Материальные Чувства Они начинают Притягивать Материальные Объекты Чувств И нам Легко Если нам Сюда поставить Какой-нибудь Телевизор И поставить Блокбастер Последний Фантастик То чувства Они естественным Образом Так погрузятся Настолько Могут Погрузиться Даже Что мы Можем В самадхи Войти Вообще Что такое Самадхи Говорится Вот Есть С точки зрения Йоги Есть Яма Нияма Асана Пранаяма Это первые Четыре ступени Йоги Потом идет Дальше Пратятхара Отречение Чувств Дхарана Концентрация Дьяна Это уже Медитация И самадхи И вот эти Нижние Ну Как бы Шестая Седьмая Восьмая Ступень Дхарана Дьяна Самадхи Допустим Дхарана Что такое С точки зрения Йоги Патанжали Говорится Что если человек Двенадцать секунд Он может Концентрировать Своё сознание Полностью На каком-то объекте Это Дхарана Это концентрация Если он Двенадцать раз больше Сто сорок четыре секунды Концентрирует Своё внимание Всю свою сущность Всё своё сознание На каком-то объекте Это уже Дьяна И Самадхи Если вы Двадцать пять минут Еще двенадцать раз больше Сидите полностью Погружены В какой-то Объект Чувств То это уже Самадхи И на самом деле Это просто Ну Это Функция сознания Нашего И мы видим Что в этом мире Не только духовные люди Могут в Самадхи впадать Вообще Кто угодно Может в Самадхи впасть Но его Самадхи Оно направлено Не на объекты Духовного Какого-то Самосознания На материальное То есть Как я часто говорю Есть люди Которые с голоду Умирают Сидя за компьютером То есть Они настолько Впадают Самадхи Их чувства Очень сильно Притягиваются С материальными Объектами чувств Допустим Какие-нибудь Компьютерные игры Или фильмы Кто-нибудь замечал Или какое-то Дело любимое Я думаю Что кто-то замечал По-любому Что вы можете Во что-то погрузиться И к вам Какой-то человек Подходит Что-то говорит Говорит И вы такие Да-да-да Говорите И потом Вообще Вы забываете Что он вам говорил Вот этот момент Как бы Вы находитесь В какой-то там Дхарене Или Дьяне То есть Сознание Настолько сильно Погружается В объекты чувств Что теряется Ощущение Внешней реальности И это просто На самом деле Это навык Определенного Сосредоточения Это как бы Элемент Гунной благости И Чем больше Вкуса Сулит нам Вот привязанность Соединения Чувств И объектов Чувств Чем мы мощнее Можем погрузиться И то же самое Можно и в духовной Практике Не то что Да мы там Берем Садимся Святоим Мы вымучиваем Просто эти 16 кругов В течение дня Вообще Там бегаем Там изучаем Параллельно Полки разные Смотрим в окно Повторяя святое имя Нет Как бы Можно сесть И просто погрузиться Просто погрузиться Сесть и погрузиться И Даже если в начале Не будет каких-то Реальных ощущений Присутствия Бога То говорится Если у нас будет По крайней мере Хотя бы Внимание К святому имени То мы можем Ощутить вкус Почему Потому что Внимание Оно рождает Как бы Эмоцию Определенную Чувство Очень часто У нас нет Каких-то эмоций Каких-то чувств Чтобы воспевать Святое имя Но если у нас есть Хотя бы внимание Это внимание Оно может стать Как бы Таким катализатором Того что появятся Какие-то чувства И с чувством Очень легко повторять Святое имя Мы просто садимся И у нас Сразу возникает Йога с Кришной Потому что у нас Есть чувства По отношению к нему Какие-то И у нас возникает Сразу Это как бы Связь Самбанха Но если нету Как бы Этой Йоги Связи То очень тяжело Святое имя повторять Как бы Вообще Очень тяжело Ум отвлекается Вкуса не чувствуешь Но говорится Если человек Хотя бы Внимателен Просто То тогда У него Как бы Просто Кришне Приятно становится Что на него Внимание обращают И Кришне Начинает отвечать Как мы приходим В магазин иногда И Ну как бы Мы ничего не хотим Покупать На самом деле Ну подходит Какой-то продавец И у него Просто он На автомате действует Его обучили Как бы Внимательно относиться К продавцам Просто К покупателям точнее Он подходит Такой говорит Ну здравствуйте Меня там Зовут так-то Так-то Вы там что делаете Телевизор убираете Давайте я вам подскажу Что-нибудь И он тебе что-то Начинает рассказывать И ты как бы Ну видишь Что он как бы Внимание оказывает И с одной стороны Не хочешь ничего покупать Но у тебя такое чувство Вот возникает Как будто Что-то ему нужно Что-то тоже Как-то ответить Вроде бы Как бы он на автомате Просто действует Просто внимание оказывает Но у тебя возникает Определенное чувство Потому что он Как бы ну Тратит свое время Свою энергию Да И у Кришны то же самое Мы вроде бы Садимся просто И пытаемся Внимательно воспевать Его святое имя И может быть Даже у нас нет Каких-то чувств особых Но Кришне приятно И если Кришне приятно Он отдает эту милость Как бы Он отвечает И у нас появляется Вкус определенный И мы начинаем чувствовать Кришну Во время воспевания Святого имени И так во всем Не только во время Воспевания Святого имени Так может проявляться Такая ситуация Время чтения Если мы берем И внимательно читаем книгу Потому что Шимат Бхагава Это тоже Кришна Говорится что Как среди рыб Кришна воплотился Как мать А как среди людей Как Кришна и Рама Так среди книг Кришна Кришна воплотился Как Шимат Бхагава Если мы садимся И начинаем Внимательно читать Можно даже вслух Или с кем-то читать То Кришна Ему приятно становится Он начинает отвечать И вот мы начинаем Чувствовать его Как бы Ответ В виде вот этого вкуса Вот этот вкус Который мы испытываем Это и есть Кришна Наши чувства Просто одухотворяются И мы своими Одухотворенными чувствами Начинаем Бога воспринимать И это не просто Какой-то сентимент Какое-то самовнушение Какой-то аутотренинг Нет Испытывая этот вкус Мы начинаем побеждать Свои какие-то Низменные желания Материальные Это реальная Как бы наука Кришна говорит В Шимат Бхагаватам В одинственной песне Приводя аналогию С едой Что если голодный человек Он начинает есть Он одновременно чувствует Как голод уходит И как насыщение приходит Так же и человек Который занимается Духовной практикой Если он чувствует этот вкус Парамдриштвани вартате То этот вкус Он вдохновляет человека Отказаться От каких-то материальных Низменных желаний И обрести Привязанность к духовным вещам Еще сильнее привязанность Появляется Потому что его вкус Этот вдохновляет Еще больше погрузиться Он испытывает экстаз Вкус такой Ему интересный Он хочет еще 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 И это нарастает 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 Так происходит Как бы прогресс человека Этот вкус Который мы испытываем Он укрепляет Нашу разум И нашу веру И если мы правильно Культивируем Свою духовную жизнь То тогда Наша духовная жизнь Она очень быстро продвигается Быстро мы Обрубаем Какие-то материальные Привязанности Мы чувствуем экстаз Но в какой-то момент Говорится Человек Он сталкивается С одной серьезной проблемой Эта проблема Называется Анархоневрити И что это за такая проблема Это Ну как бы Такое Такое событие В жизни человека Когда вся его грязь Из его ума Начинает всплывать Вот если мы подойдем К озеру Да К такому Спокойному озеру Да там То там Можно даже увидеть Прозрачную воду Такое чистое Гладкое озеро Без волн Но если ты его начнешь Баламутить Это озеро То вся грязь Которая на дне Начинает всплывать Знаете там Тина Ил короче Ветки какие-то И все это На поверхность Начинает всплывать И вот Это озеро Если оно спокойно Оно сравнится Как Ну с умом Просто обычного человека Который не занимается Духовной практикой Если вы спросите Человека Обычного Там Как на Санкиртане Обычно Санкиртанчики Как бы так Прославляют людей Они говорят Вы наверное Вообще никому не завидуете Самый добрый Всем помогаете И люди Они реально так думают Они думают Что они вообще Супер люди Супер Никаких недостатков нет Ну практически все так думают Материальные люди Потому что Они в себе не видят Этой грязи Которая там Внутри где-то Внизу лежит Но говорится Когда человек Начинает заниматься Духовной практикой Все это начинает Сплывать на поверхность ума И это Анархоневрити И это будет Очень интенсивно Происходить По мере Увеличения Интенсивной Духовной практики Интенсивности Чем больше как бы Человек это озеро Баламутит Тем больше это все Сплывает До какого-то момента Сплывает Сплывает И это нужно Просто иногда Перетерпеть Эти вещи Многие не справляются Они видят Эту грязь Они думают Ничего себе Вообще До сознания Кришны Я был вообще Святой Сейчас я пришел У меня такие Какие-то проблемы Какие-то желания Вообще сплывают Никогда такого не было На самом деле Было это все Это все Нарабатывалось Миллиарды Триллионы жизней Оно просто Утрамбовывалось Туда внутрь Мы видим просто Айсберг Если на айсберг Посмотреть То мы видим верхушку Такую А что остальное Там вообще Под водой Мы не видим Но так или иначе Святое имя Все это чистит Там внутри Чистит Чистит постепенно Если человек Прикладывает усилия Постепенно Святое имя Оно вычищает И нашей задачей Является просто Обретение вкуса К святому имени К прославлению Кришны К его лилам Если человек Обретает такую Привязанность Кришне В виде его Святого имени В виде его лил В виде его деяний В виде общения С преданными Когда он обретает Эту потребность Общаться И слушать о Кришне То тогда Кришна В его сердце Начинает сам чистить Сердце такого человека Ведгуноти сухрит сатам Бхагавадгити Тоже Кришна Приводит Эту известную Чатуршлоку Он говорит Матчита Матгата прана Матчита То есть Матчита То есть Сознание человека Направляется на меня Когда сознание Моих преданных Направляется на меня Матгата прана Когда вся их прана Жизнь Направлена на меня Матчита Матгата прана Бодгаян Тахпарас парам Они вместе собираются Катхаяш Катхаяшчамамамнитям Они начинают Катху вести Обо мне Просто говорить Обо мне Начинают Эти личности Сознание И жизнь Которых направлена на меня И в этот момент Тушинтича Рамантича Они становятся Удовлетворенными И счастливыми Кришна вдохновляет Нас так Просто говорит Собирайтесь Собирайтесь Говорите обо мне И вы будете Счастливыми людьми И когда это происходит Кришна потом Через два стиха Он говорит Когда такая санга Происходит Среди предных Когда предные Начинают так Общаться между собой Не просто Какие-то Около духовные темы Или праджапой Заниматься Они конкретно Собираются Говорят о Кришне Прославляют его Слушают о нем Они обсуждают Какие-то конкретные Вещи духовные То Кришна Света, чем знания Он очищает сердце Человека Он очищает Сердце человека Потому что Кришне интересно Что они еще Скажут обо мне Вот мы собираемся И мы говорим О Кришне Но мы можем Сказать только Столько Сколько мы можем Сказать в силу Своей очищенности Сердца своего То есть больше Мы не можем Сказать реализации Каких-то пониманий Потому что Не хватает Просто чистоты И поэтому Кришне Интересно Он думает Надо короче Помочь им Чтобы они еще Больше сказали И он берет И сердце очищает И мы еще больше нравится. И мы вкус испытываем. И Кришна в экстазе тоже. И все в экстазе. И Кришна. И так вот происходит процесс. То есть мы просто привязываемся к Кришне в виде его лил, в виде его вот таких описаний, в виде обсуждения с предными. И сердце чистится. И даже если это все всплывает на поверхность нашего сердца, все эти мы видим жадность, гнев, зависть. А мы это будем видеть все. Если идет интенсивная духовная практика, мы это будем все видеть. Если мы это не видим, значит, может быть, кому-то еще нужно усилить свою духовную практику. Но так или иначе, в тот момент, когда это все будет всплывать, у нас будет определенная защита от этого, в виде вкуса. Если у нас есть вкус, то это легко терпится просто. Если вкуса нет, тогда просто человек в депрессию впадает. Ему становится очень плохо как бы. Он чувствует как бы разочарование определенное, какую-то неполноценность, неудовлетворенность. Он не может себя найти. Ум начинает сразу видеть недостатки в других как бы. Потому что если вкуса нет, сразу все плохо. Как только вкус появляется, сразу все меняется. Ты в экстазе бегаешь, всем служишь как бы. Ты читаешь книги, слушаешь лекции. Полностью сознание меняется. И это начинает меняться сознание, когда человек меняет свое отношение к процессу. Надо понять, что воспевание Святого Имя, это не просто там два часа в сутки. Да, мы воспеваем Святое Имя два часа в сутки, но остальные 22 часа мы готовимся к этому. Мы готовим свое сознание, чтобы сесть и погрузиться в Святое Имя. Очень тяжело на самом деле сесть, да и слушать Святое Имя. Очень тяжело. Пропада просто сказал, просто слушайте. Но не так-то просто. И вначале он действительно просто давал людям Святое Имя. Он ничего им не говорил, им нужно жить так, вот так вот. Нет, он просто, когда хиппи приходили к нему, он просто вдохновлял их, чтобы они воспевали Святое Имя. И они воспевали. Но в какой-то момент он дал им весь процесс в целом. И процесс в целом, он не отрывен от просто воспевания Святое Имя. Это все воспевание Святое Имя. Это культивирование нашей жизни духовной. Если процесс идет правильным образом, тогда человек, он неизбежно становится счастливым, удовлетворенным. И ввиду того, что это наука, то есть, что есть определенный алгоритм, если мы не чувствуем какое-то удовлетворение, какое-то счастье в сознании Кришны, значит, нужно посмотреть на свою практику и что-то изменить. Изменить и обрести это счастье. Или как Ачутат Прабу любит говорить, что нужно держать руку на пульсе духовной жизни постоянно. Нужно постоянно анализировать свое состояние сознания духовного здесь и сейчас. Потому что на самом деле особо ничего сложного нет. Мы просто говорим о Кришне и слушаем о Нем. Проблемы возникают тогда, когда Святоиме создает определенные препятствия в нашей жизни. А специально Святоиме создает какие-то ситуации, чтобы мы взяли и попрощались со своими анархами, с какими-то, да, что мы утвердили Святоим Имени, чтобы мы нашли прибежище Святоим Имени. Это все будет очень больно на самом деле. Потому что эти анархии, мы с ними уже срослись на протяжении миллиардов жизней вообще. Мы себя отождествляем их собой. Поэтому процесс будет, ну, непростой, в том плане, что будут определенные препятствия. Но если мы будем испытывать вкус к духовной жизни, этот вкус будет вести нас. И если мы будем иметь прибежище в санге преданных, которые хотят Кришне, не просто они пришли сюда потусоваться в это общество, да, или просто там послушать, там, попеть что-то, мантры какие-то, или, ну, просто, я не знаю, красиво нарядиться, потанцевать там, или там найти себя мужа или жену, как бы, или еще что-то из этой серии. Нет, если мы находим общество людей, которые реально хотят к Богу прийти, мы находим прибежище в такой санге, то и в таком обществе, в такой санге мы открываем сердце, и мы поддерживаем друг друга, то нам очень легко становится практиковать даже вне зависимости от этой грязи, которая всплывает. И мы можем просто терпеть это все. Потому что реально, как бы, ну, и вот Шачананна с вами говорит, что статистика такова, что 80% преданных, она уходит в течение 10 лет. 80%! Вообще, да? То есть 20% остается только. И то не факт, что эти 20%, которых остается людей, они обладают, ну, серьезным каким-то вкусом в духовной жизни. Поэтому мы должны, вот мы находимся в санге, у нас есть общество, вы посмотрите, 90% это ядр, это молодые люди, как бы. Нам нужно вкладывать в шатху друг друга, в веру друг друга, чтобы потом, через 20 лет, у нас были друзья какие-то, которые еще останутся. Если мы сейчас будем вкладывать друг друга, заботиться друг о друге, да, служить друг другу, как-то вдохновлять, то мы все останемся в сознании Кришны, нам будет легко потом, через 10, 15, 20 лет оставаться, потому что, ну, нас будут окружать одни и те же люди, все те же самые наши друзья. Но если мы друг другу не будем помогать, как-то вдохновлять друг друга, да, делиться какими-то реализациями, пониманием, да, то через 15-20 лет, может быть, уже никого не будет, и вы будете сидеть на лекции, и, ну, видеть, как бы, что вашего поколения, там, 2-3 человека сидят. Я сам наблюдаю, что, ну, периодически, там, каждый год, знаете, состав какой-то обновляется, на одну, четвертую, на одну, треть, какие-то. Иногда в Индию уезжаешь, на полтора месяца поезжаешь, и вообще уже никого не узнаешь. Какие-то новые люди вообще все, кто, откуда они появились, не понятно. После марафона тоже, да, как-нибудь. Поэтому мы должны друг о друге заботиться, и вот, ну, понимать, что сознание Кришны – это наука, на самом деле. Если мы просто все правильно делаем, тогда все нормально происходит, и мы становимся счастливыми, удовлетворенными. И в конце концов, мы этого момента тоже достигнем, этой премы, мы сядем в медитацию, будем повторять мантру, откроем глаза, увидим Кришну. Там звук колокольчиков услышан, запах его почувствуем. Это все реальные вещи. Реальные вещи. Предный описывал один, что в самом начале он присоединился еще в движение сознания Кришны, в таких восточных республиках Советского Союза, где много мусульман. И как-то он сидел просто, воспевал с Туиме, ну, так как он был неофитом, он засыпал все время во время воспевания С Туиме. И в какой-то момент Брамачарий, он жил вашими тогда, Брамачарий остальные, один главный Брамачарий подошел к ним и говорит, что ты спишь вообще здесь? Мы тут воспеваем, мы Аллаха видим. Ну, как бы они Кришну так называли. Ну, потому что, ну, какие-то самотрешствления оставались еще муслимами. Мы Аллаха видим тут, воспеваем С Туиме, ты спишь, короче. И он так вообще, ну, вдохновил это его так, что они тут все воспевают, а не Аллаха видят, как бы. Ну, Кришну видят, то есть, Кришну, а я не вижу, как бы. И он так преисполнился решимостью, сел, в общем, с следующего утра и начал очень концентрированно так, внимательно воспеваясь, с каким-то чувством. И он воспевал, воспевал. Говорится, через несколько дней, он все время с закрытыми глазами воспевал, вдруг он почувствовал, что какая-то личность появилась там. Ну, с закрытыми глазами почувствовал, там где-то там в метрах, там, десяти. Он крыкывает глаза, никого нет. И он опять, короче, повторяет С Туиме, повторяет. Потом, как бы, он чувствует, что личность стала приближаться. И он так повторял, короче, изо дня в день эта личность приближалась, приближалась. И он уже в какой-то момент, он уже чадаром накрылся, как бы, чтобы ему никто не мешал, потому что уже такая йога была с Кришной во время воспевания С Туиме. Он чувствовал уже какую-то личность. И он приодичься и открывал глаза, никого не видел. В какой-то момент, говорится, он воспевал, уже почувствовал, что вот эта личность, она вообще рядом уже здесь стоит. И он воспевал, и потом раз, эта личность вошла в сердце, он почувствовал. И он говорит, я отрубился. И я, короче, ну, очухал, ну, как бы, прихожу в себя и, ну, как бы, руками чувствую, что вообще мокрое что-то, как бы, такая лужа какая-то непонятная вообще там вокруг меня. А он по чадарам сидит в этот момент. И он говорит, я, как бы, ну, чувствую руками глаза. И, говорит, он понимает, что это все из глаз вытекло, просто эта лужа, что вот он впал просто в какой-то такой самадхи, по милости Господа, ну и потом вышел из него. То есть это реальности все, не то, что это сказки какие-то, мы там сидим, повторяем святое имя, и там, ну, что-то придумываем себе, мы реально видим, говорится вот о Чаре, которые это все писали, Шаварпада, они могли просто сесть, воспевать святое имя, они видели Кришну, чувствовали его, там включался такой телевизор духовный, что сейчас Кришна в духовном мире делает, с кем он играет. Ну, на ранних стадиях это по-другому происходит, мы просто чувствуем, знаете, чувствуем Господа, наши чувства одухотворяются, и мы чувствуем Кришну, вот это и это чувство, оно выражено во вкусе, такой вкус возникает, очень мощный, как бы, и чем, ну, как бы, больше жизнь человека устремлена к Богу, тем это сильнее, чувство, оно сильнее становится. В какой-то момент это чувство накристаллизуется уже, человек начинает видеть форму Бога во время воспевания святое имени, потом он начинает чувствовать его запах, там, или какие-то качества всплывают сами с собой, начинает удивляться его качеством, таким, каким-то необычным. Все это реальность, как бы, поэтому это все нас ожидает, если мы будем правильно культивировать свою духовную жизнь, и все начинается вот с Кришны Катхи, мы должны начать, ну, попытаться привязаться к ней. Да, сегодня такой Кшай Третьи, можно так вот попытаться, ну, осмыслить важность процесса, попытаться понять, что смысл нашей жизни духовной, это привязаться к Кришне, в виде Кришна Катхи, которая, ну, которая реализуется, это Кришна Катха в обществе преданных, только, может быть, может быть, какие-то вопросы, протесты есть. комментарии на любую тему, вот это мы сегодняшние. Какими качествами, если вы помните, обладал Нарадамуни, да, чтобы привлечься к Господу вот таким вот образом? Да. Энтузиаз, может быть, какой-то у него был. Энтузиаз? Сейчас я тебе зачитаю. Когда Нарадамуни давал наставление я создаюсь истинно писать Шамад Бхагаву, там он сказал, что ты можешь это сделать, потому что ты обладаешь этими качествами. Амок Хадрик, первое качество. Амок Хадрик, обладающий совершенным видением. 21 стих 5 главы. Ты обладаешь совершенным видением, Амок Хадрик. Потом следующее качество. Шучи Шравага. Сейчас только и найду. Другой, наверное. Подожди. Ох, Хадрик, это другой. Можно потом этот момент обсудить. Просто потом, да. Тринадцатый, да? Да. Амок Хадрик. Вот Амок Хадрик, ты совершенный созерцатель. Шучи Шравага, ты чистый, незапятнанный. Ты Сатярато, то есть ты правдив Сатярато. И ты Дритха Вратага, ты верен своим обетам. Ну, четыре качества выделяет на Радамоне. Ну, и там еще другие качества, которыми обладал Виасадева, ввиду того, что он воспитывался в Варнаширме, это послушание, смирение. И его качества, которые были следствием его самскар, бахти самскар, там, он не был привязанным к играм в пятилетнем возрасте. То есть, если мы еще посмотрим, да, зайдем в воскресенье, тут дети все играют в пять лет. Ну, а на Радамоне он просто бы сюда пришел бы, сел бы и стал слушать. Вот это был бы на Радамоне. Он бы сел вот здесь вот вообще, на Радамоне, сел бы вот здесь вот, пятилетний мальчик, и вот так вот сидел бы и слушал вообще. Вот таким на Радамоне был. Он не там вот играл в детское, он сюда бы пришел. Вот таким качеством на Радамоне обладал. Он сидел бы, и мало того, что он пришел слушать, он бы воду поставил бы, принес. Пахал он бы, может, там махивал бы даже. Кто-то лекции давал бы. Не знаю, там стопы массажировал бы, может быть. Вот это вот на Радамоне. Такими качествами он обладал. До встречи с бахтивидантами, да. Ну и какие-то качества у него проявились, когда он стал служить ему же. Он очень обрадовался, когда они пришли. А где написано, что они в Гурукулу пришли? Это в Ачаре. Ачаре объясняет. Ачаре объясняет, что это была Гурукула. Его мать была, она служанкой там прислуживала Гурукуле вместо. И он там тоже жил, обучался. Варнашрама, говорится, что вот он следовал варнашраме, он обучался варнашраме, как в Брамачаре там. Ну вот как раз, видимо, на Иран. Какие-то еще вопросы? А как влияет глубокое понимание философии на тщине сердца? Непосредственным образом влияет. Это вообще самая главная связь. Говорится, что цель изучения священных писаний, особенно Бхакти Шастар, Йога, Сутры, Патанжали объясняют. Это называется... Как этот термин? Остановка всех... Сейчас. Говорите, что-то все. Йога, Неврити, Четаса. То есть, когда человек начинает изучать священное писание, его анархия уходит. Ввиду того, что он осознает, кто он, кто такой Господь, как вы взаимоотношения с ним, что мешает ему. Он узнает об анархах, которые мешают ему. Он узнает татву. И это знание, оно вдохновляет его сильной верой. Если мы будем изучать нектар преданности или Бхакти Расамли Та Синху, то говорится, что преданные бывают трех категорий. Это коништхи адхикарий, матхяма адхикарий, утама адхикарий. Адхикарий – это значит квалификация. Коништха – это начинающий, матхяма – средняя, утама – высшая. И под критерием квалификации подразумевают, как раз в первую очередь, знание, квалификация по знанию. Что если у человека нет знания, у него вера слабая. Это коништхи адхикарий. Если у него уже такое достаточное знание, ну, не полноценное, но достаточное, тогда у него и вера сильная. Это матхяма адхикарий. Если у него совершенные знания, то у него и вера как бы очень глубокая, непоколебимая. Это утама адхикарий. Поэтому человек, который изучает священное писание, философию, когда он получает, обретает это знание, это знание, как мечом, как Кришна говорит в Бхагавдгите, мечом знания разруби узел привязанности в сердце. То есть это знание, оно вдохновляет человека предаться, оно увеличивает его вот эти, ну, веру увеличивает в конце концов. И духовная эта вера, трансцендентная ашрадха, она дает возможность человеку разрубить все эти привязанности, эту карму. Поэтому человек, который занимается духовной практикой, он постоянно должен изучать священное писание. Постоянно. В конце концов, смысл изучения священных писаний – это чтобы уничтожить эти анархии. Все анархии, которые у нас в сердце есть, светочем знания. Поэтому в этом смысл. Культивируя знания, мы понимаем вообще, в чем смысл процесса, собственно, что это научный процесс, мы понимаем. И постепенно наше сердце очищается, когда мы обретаем знания. Поэтому очень важно изучать священное писание. И поэтому в Исконе есть много очень уровней изучения философии. Бхакти Программ, Бхакти Шастры, Бхакти Вайбхава, там еще там всякие Бхакти, Бхакти Виданта, там. Ну, очень много разных. Сначала человек просто знакомится с философией отличенно, потом он изучает основные труды в Шилпурпаде, Бхагавадгиту, Ишапанишат, Нектар Предности, Нектар Наставлений. Потом он изучает Шамад Бхагава, там уже. Потом читание Чирит Амлиту, потом труды Ачарьев. Очень много философии. Философия сознания Кришны самая совершенная. Хоть это и звучит по-сектански, конечно, немного. Но надо понимать, что наша философия, она самая могущественная. Что она может объяснить все. Поэтому надо изучать. Это как бы веру просто укрепляет очень мощно. Я слышал, что на уровне анархо-невритик, на уровне Бхаджина Крия мы принимаем духовного учителя, начиная чему-то следует. На уровне анархо-невритик, но винообразно до 70% анархо-невритик уходит просто. Потому что мы просто следуем наставлениям. Когда человек достигает ништяки, уже 70% анархо-невритик уходит. Только за счет того, что мы следуем духовного учителя. Хотим грузиться в его миссию, что-то сделать как можно больше. А он как бы, эти анархи учащают Господь в виде стремления жгучей, но в том числе изучая шастры, да, это одно из наставлений духовного учителя. Просто надо понять, откуда вера берется. Говорится, вера, она у человека появляется двумя способами. Это первый способ, это майя лобха-майя шратха. Это при изучении священных писаний как раз. То есть, если человек изучает священные писания, под должным руководством авторитетным, у него возникает вера. Может быть, вы даже заметили, вы читаете книги пропады, и у вас желания могут измениться. Вы вдруг думаете, ничего себе, может быть, к Богу все-таки вернуться. Как-то вы вдохновляетесь на какое-то отречение. Вот так действуют книги пропады. Что это же как бы любовь к Богу записанная. Все эти книги. Пропада специально спала только по два часа в сутки, вставала в час ночи, чтобы эти книги писать. С часу до пяти каждую ночь записывала. Он говорил, что это не я их записываю, Кришна их записывает. Он как-то раз даже сам читал, ученик зашел, увидел, что пропада читает книги. Говорит, пропада, а что вы свои книги читаете? Говорит, так это не мои книги, это Кришна их записал. И вот так вот, ну, такая ситуация. И это пропада. И соприкасаясь с пропадой, наше сознание очищается. У нас вера появляется. Вера появляется, потому что пропада, он нам эту веру дает. И на первых стадиях мы собственной веры не имеем. У нас только отраженная вера как бы есть. И мы живем за счет этого, отраженной этой веры, отраженного энтузиазма пропада. Или там предных каких-то. И второй способ, как эту веру развить, это общение с предными. Ну, и по сути это тоже либо чтение, либо непосредственно живое общение как бы. То есть, в конце концов, все возникает тогда, когда, ну, у нас есть какая-то санга. Либо живая, либо в виде, ну, она в любом случае живая. Если человек постоянно имеет какую-то медитацию, какие-то вопросы, ответы будут приходить. Либо в результате живого диалога, непосредственно с личностью, с какой-то конкретной лигией. Либо с книгой, либо в лекциях. Поэтому человек должен общаться с преданными и слушать. И слушать, и говорить, и читать. Вот так вера растет. Вот, поэтому надо читать книги, изучать их, изучать. И так вера будет увеличиваться. А когда вера увеличивается, говорится, уцеха нещает дайрат. В некоторое наставление описывается. Сразу возникает энтузиазм, как бы целеустремленности идти по этому пути. И терпение следовать, ну, терпение, терпеть все эти, как бы, аскезы. То есть, энтузиазм возникает. И сразу чувствуешь, да, это оно самое. Вот я хочу этому жизнь посвятить. И тебе становится интересно. Ты хватаешься за все там служения. Как бы, вот мы видим, что вначале так часто происходит. Когда человек приходит. И там такая ситуация происходит. Когда человек только соприкасается с предными. Он начинает воспевать Ашратха Намабас. То есть, он безоскорбительно начинает воспевать Ситуиме. Потому что он не может оскорбить просто преданных. В силу своего невежества полного. Потому что он не знает, как правильно действовать. И поэтому начинает воспевать Ситуиме с Намабаса. И поэтому, а Намабас, Намабас, он все дает. Все вообще, кроме любви к Богу. И поэтому он может, человек чувствует такой вообще энтузиазм, подъем. Он чувствует такой фанатизм даже. И он как бы может бросить даже там учиться, работать. Все вообще там может бросить. Он начинает погружаться просто в слушание, в служение. Ну все начинает так вот его затягивать, начинает очень мощно. Он чувствует вкус. Такой реальный вкус чувствует. Такое вдохновение как бы. И это энтузиазм называется. У него следующее качество, у него появляется нишчаят. То есть такая убежденность, что да, это как бы истина. Вот это истина, я должен идти этим путем как бы. И ему легко становится. Потому что следующее качество возникает терпение. Да и рад. Он легко терпит. Принципом следует легко как бы. Если вот он этот вкус обретает, очень легко все начинает происходить. Очень легко. Я люблю эту историю тоже рассказывать. Что про этого йога. Был как бы человек один. И он как бы был таким йогом, знаете, вообще. Он там книги читал. И он как-то вдохновился. Прочитал о том, что нужно в гору как бы уйти и медитировать. И он ушел там, нашел пещеру себе, короче, там в горах где-то. Взял с собой орехи. Немного он орехами питался просто. И он там спал по 2-3 часа в сутки и медитировал там. Ом повторял. И вот так вот он как бы жил там. Искез здесь такой. И, говорится, ну в какой-то момент его накрывало просто сильное уж деление. Он спускался в город, короче, оторвался по полной там. Ну вообще как бы наслаждался. И потом он понимал, что он пал как бы. И опять поднимался туда. И опять, короче, там медитировал, сидел. И так как бы несколько раз было уже. И в какой-то момент он, а он там уже себе одежды специальные шил, знаете, йоговские там, короче. И когда он туда поднимался, он там одевал и ел эти орехи земляные. Вообще там горсть только в сутки, представьте, все остальное время медитировал. Но падал как бы. Не хватало у него как бы какой-то решимости следовать чему-то или чего-то не хватало, короче. Он не мог понять чего. И в какой-то момент он шел по улице, увидел предного санкертанщика, который книги распространяет. Он подошел там, даже деньги откуда-то нашел. Купил Багавадгиту. Купил Багавадгиту. Поднялся в горы, стал ее читать там в своей пещере. И прочитал, что нужно Святоиме повторять. И он стал, короче, там просто Святоиме повторять там по сто кругов там где-то. А он так же как бы, ну, как ел там в горсть, так как и спал по два-три часа, так и спал. Спал там два-три часа, повторял Святоиме все остальное время. И в какой-то момент, он, говорится, уснул он в дремотев такой. И к нему пропада пришел во сне. И такой говорит, ну, хватит уже ерундой тут заниматься. Давай, короче, спускайся в город. Там вот храм на этой улице. Ты постучи туда и будешь там жить, как бы, ну, как брамачарий. И он, говорится, ну, как бы понял все наставление. Спустился, действительно, пришел там в храм. Постучал в пол первого ночи. Ему предные открыли. Говорят, такой стоит там йог в таких одеждах, короче, босиком. У него там только сумка какая-то одна и все. Он говорит, я вот пришел пожить. Мне тут пропада сказал. И он, короче, начал жить в этом храме. И он как бы, ну, и он стал описывать. Он говорит, я увидел вообще каких-то слабых людей вообще, которые спят там по 8 часов, по 9. Едят ведрами, знаете, как предные ели. Но при этом, как бы, самое удивительное. Он говорит, я удивился, что эти люди, они очень легко следуют принципам, как бы, ну, что они там, ну, как бы, не употребляют алкоголь, там, интенсикации, там, да. Мясо, рыбу, яйца не едят, там. Там, недозволенные сексуальные отношения не ступают. Как бы, им это легко. И он не мог никак понять, как вот он, как бы, такой крутой, который спал по 2-3 часа, там, ел горсть орехов в сутки. При этом он не мог ничего этому следовать. И в какой-то момент он накрывал вожделение, он спускался, и он понял, как бы, что тут какая-то, ну, смысл какой-то милости, как бы, что милость есть какая-то. И эта милость, это и есть вера трансцендентная. Что если у человека вера эта, да, вера, то тогда человек очень может многое изменить. Потому что вера, на самом деле, это, как бы, субъективная такая реальность. Каждый во что-то верит, на самом деле, в этом мире. Кто-то верит, там, не знаю, в инопланетян, кто-то в Бога, кто-то в себя, как бы. Но вот эта субъективная вера, если это реально, вера серьезная у человека такая, твердая, эта субъективная вера человека, она меняет объективную реальность вокруг него. Вот что самое удивительное. И человек с сильной верой, к сожалению, он может очень многое добиться. Ну, в том плане, что, к сожалению, что если у человека сильная вера во что-то плохого, он может и плохого накрутить. Вера – это как бы, ну, это свойство веры, потому что вера, она вдохновляет человека. Это наука, все. Вера вот проявляет эти три качества. Она дает ему энтузиазм. То есть человек, он таким становится энтузиастичным, он видит цель. Моя цель – это там Кришна Пряма Бхакти. Ну, если это здорово так. Или моя цель, я не знаю, стать президентом, ну, например. И вот эта цель, она его вдохновляет. У него, он начинает терпеть аскезу. Люди же тоже, как бы, ну, в материальном мире, они такими аскетами становятся. Я вот общаюсь с людьми, там, знаете, кто там спит по три, по четыре часа для того, чтобы что-то достичь, там. Кто-то вкалывает, там, по шестнадцать часов. Это тоже, как бы, все проявление определенной веры, которая есть у человека. Человек верит в то, что он делает, это принесет ему счастье. И эта вера вдохновляет его на что-то, как бы. И эта вера подпитывается тоже какой-то сангой, каким-то общением, его кругом общения, в котором он находится, с такими же друзьями, которые тоже, там, вкалывают по шестнадцать часов и спят по три часа для чего-то, чтобы стать президентом, там, или стать спортсменом. Как спортсмены по восемь часов в день тренируются, которые реально хотят что-то достичь. И для них это аскеза. Но они терпят это. Потому что у них вот эта вера их, в то, что они хотят стать чемпионами олимпийскими, она проявляет эти качества. Поэтому это все научно, как бы. И то же самое, как бы, человек может добиться в духовной жизни. Потому что, ну, принцип-то тот же самый. Главное изменить вот эти источники вдохновения, этой веры, как бы. А это то же самое общение, и те же самые, ну, как бы, катхать та же самая, и те же самые люди, только духовные люди, и духовное общение. Поэтому принципы, ну, везде одинаковые. Но в духовной жизни человек изменяет свое сердце, избавляется от материальных привязанностей, и обретает духовный вкус. В этом отличие. Потому что никакой аутотренинг не вдохновит человека отказаться от материальных привязанностей. Только бхакти может вдохновить человека на то, чтобы он отказался от каких-то материальных привязанностей от своих. А вот, помню, Нама Аббас воспевал, когда пришел в сознание Кришны, да? Ну, по милости, да, без причины. И потом стал воспевать Нама Апаратхва. Как вернуться снова к Нама Аббасу? Теперь ты к тому уже Нама Аббасу не можешь вернуть. Когда сразу шнадцать кругов захотелось сразу с Нама прыгнуть, да? Да, да, да. И как-то так и время находилось, и все. Все, да, ты все делал там. А сейчас вроде даже и рано утром, да? И как-то вроде с пониманием и книги по святому, и лекции по святому имени постоянно слушаешь, и духовного учителя слушаешь, да, семинары по святому имени. И все говорится вообще, все дается. Но почему же это Нама Апаратха? Почему же нет? И молишься Кришне, и молишься шестерым Госвами, и молитвы читаешь благоприятные. А все равно Нама Апаратха почему? То же самое Господь в читании говорит. Он говорит, Господь, ты вообще в свои святые имена вложил все свои энергии трансцендентные, но настолько неудачлив. Я настолько неудачлив, что у меня нет никакой привязанности к твоим святым именам. Просто смысл в том, что это процесс определенный. Не то, что, знаешь, ты кнопку нажал, как бы, и все, и у тебя, короче, уже Нама Абас. Это как бы, ну, не так, знаешь, строго, как бы. Идет постепенный процесс очищения твоего сознания, очищения твоих мотивов. И постепенно твое воспевание начищается тоже. Чем больше у тебя желания служить преданным, и чем больше у тебя привязанности к Кришне-катхе, тем чище твое воспевание святого имени. Просто это надо культивировать. Процесс воспевания святого имени – это процесс культивирования святого имени. Нужно постоянно культивировать свою духовную жизнь, прикладывать усилия. И тогда Кришна будет отвечать. Через святое имя ты будешь чувствовать определенный эмоциональный вкус, вдохновение какое-то. Силы будут в шахте появляться. Спасибо, простите за спекуляции.